вопрос как что-то считаешь научился не научился ты мог убить сам 98 процентов людей которые в принципе когда-то играли варкрафт я 28 еле взял когда battle нет вернули перед рефоржем а чё ты тогда смеешься пики ставишь на 45 уровнем х х а то пику поставил потом выясняется что на самом-то деле помню когда первый раз узнал про варик это был почти 13 вроде 50 был левел был такого поэм 70 до вполне вероятно до 50 тянулись тянулись долго нифига себе сейчас чуть в испании отдал ну а че удивляюсь лунаш нестабильно короче сок ставит x карта кстати та же самая что и у colorful и страты тоже те же самые можно будет посмотреть насколько как они в принципе будут и у нельзя составить базу он это понимает слишком поздно могут отменить второго кипера нет соответственно прикопки нет да и сок правда тоже нычку не строит не рискуют то есть я допускаю что moon допускает постановку там hunter's hole 2 барака если там экспант то есть как бы карта карта контактная поэтому а пошел great на т2 вид диспл хороший на двух элементарий ой висп висп а че не диспелем а он хотел чтобы не было динай он хотел нанести урон элементарий он правильно молодец аспирантом подарил примачок так в это время энты очень хорошо хорасит рабочих сока очень хорошо не убили право никого но прям угрожают саботируют классно кто нарушил наш покой наши воины вступили в бой вступили приказывай природа не знает усталости толпа битых рабочих на мэне энты добивают 1 2 под ударом там 3 тоже близко в зоне риска и сам ставят видите только после того как убедился в том что архмак занят немножечко еще одного убил выкупили троллей сейчас будет попытка просветить достанет не достанет достал там предельная была такая уже дистанция но мун хорошо арчу еще спрятал арчу ольга красава представляете понимал что не убежит понял что ушел из зоны там время на самом деле прошло даже сейчас можно стрелями поджать еще бы парочку виспов сюда сова полярный hunter's hole т2 или со вторым героем даже пропушить попытаться не понял почему сейчас мод отступил если честно вот прям серьезно не пойму мана была кипер не биты какой смысл аспирант подарил аспирант приказывай дубеляков традиционно награждаем подписками добро пожаловать на good game приятного времяпрепровождение в самом экспертном чате из из возможных вообще эксперт не не встречал дакфакс говорит уважай михаил уже голосовали в топ мужчина гг я агитировал голосовать за себя потому что в топ топ тян я проиграл с треском точнее ну то то девушка которая была сделана при помощи нейросетей из из моей фотографии она не справилась вот а топ тян и рэн симба она очень порадовала тем что поучаствовала не стреманулась савелий и нарисовал еще кубок и она напечатала себе футболку очень хорошо обыграла этот момент тинкер прекрасный человек для продолжения пуша смотрите робогоблины сплэшем взрываются и бьют мили кипер при этом еще подрезает футменов тинкера правда сейчас ману выжигают и чу то кипер в это время охотится футменов продолжает жарить поставил грамоты смотрите факторочку хотя футмены подбегут и убьют ну грамотно что типа сложное ее как-то сразу быстро всеми убить но на самом деле с футами быстро убивается факта все без маны героем и здесь уже особо не посражаешься но мне тинкер нравится по двум причинам по сравнению с пандой во первых он ну он харассит хорошо тоже и при этом хоть и не носит такой высокий урон в лейте но по крайней мере он не ну дает еще какой-то контроль и хоть как-то контрит блат мейджа то есть он перебивает своим секундным станом или полусекундным даже станом не помню секунды все-таки мана дрейн то есть он все-таки может прервать как же димка димка другого рода товарищ он скорее он скорее как боец просто боец харассит он хреново так бегаем 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 за вообще волка надо убивать а он шредера выкупал он для этого сделал сок надо за затуречивается мун выходит в т3 убегает архмак я болею за эльфа ничего не могу собой поделать об добил свой арчу красава уважение вообще в целом потерю муна почти никаких нет то есть он там подрезает рабочих он харассит старается при этом потерял ну не знаю 2 арчи ай дриатка нет такой рэнч у элементаря какой у него рэнч 300 ну видимо там из-за анимации стрельнул он где-то на 500 что дриатка там прыг сколько успела сделать но если уже анимация началась то выстрел пройдет если конечно юнит не уйдет из поля зрения то есть если вы начинается анимация стрельбы у юнита уходит в ну за рэндж то анимация сбрасывается а так каким бы каким бы range не был если замах пошел вы можете взять этого героя там не знаю с кров спит врубить и побежать просто через всю карту быстрее чем projectile летит он все равно за вами будет лететь до конца такой эффект мы можем наблюдать когда герой телепортируется и выстрелы перенаправляются определенную секунду и летят летят за ним тинкер крепится но тинкер ну под подставь нормально себя кипер продолжает харасить сок планирует такой же пуш разве что с мортирками на т2 мун ставит древо ветров возможно даже ретренинг сразу купит но ему конечно ретренинг по третий уровень нужен ретренинг сразу молодец ну потому что против фрифла неважно чего лимита факта уже не особо на от отстреливаются рейнджовыми юнитами очень быстро а вот ракеты свиток еще возьмет молодец ребята варкрафт что-то знаем что-то понимаем тинкера до 3 как минимум желательно до 4 а еще лучше до пятого в идеале до 6 не подсказывай горит турин не могу удержаться это как стоишь за за спиной у кого кто играет лошадь уходи не болеет за эльфов одну катку отказ вообще невозможный челлендж прости пожалуйста джип прайм это просто нереально какой же эльф красава ё-моё рифла прикапывает дриатка подбегает эти несчастные рифлы умирают ничего не умеет хуман им бафнули все уже они все никак выиграть не могут отлично козел как как просто гордый как гордый орел олень нет не олень не гордый как кентавр кентавр он есть кентавр скачет с гордо поднятой головой уничтожает и мортиру уничтожает он харасит как царь вместе с дриады дриада ему очень помогает при этом тинкер какой же ему красава и там и тут но это потому что он за эльфов играет нормальные пацаны выбирают хорошую расу на 50 лимита еще сидит ух жук какой а в сок вышел уже в 60 мун халявит как умеет 50 лимита косарь на руках вертолетик видит что как бы здесь здесь вообще ничего не производится при этом подрезает еще одного рифла там сколько уже козел успел он четвертый уровень себе нахарасил представляете четвертый уровень нахарасил и с дриадкой он начинает еще а он с арбой хорошо орудует он почти все подкрепу перехватывает дриада отравляет отличный яд у дриады левел ап не хватает к сожалению на прикопку выжигают ману приходится отступить тинкер третий все еще здесь вы это самое красную точку пошли ракеты для темпа чисто для темпа риджуф на козла аура паладиновская дополнительный рок а может кстати трог был сделан из рога ироничным так или иначе аура паладина у эльфа есть и выдвигается сок бедолага назовем его так в атаку 72 лимита у сока 73 ну а сколько грейдов 21 там 20 максимум да там 10 второй доделывается а у него blacksmith здесь второй не делался он делает брейкером грейда 1 1 и дальше все феррики есть 80 лимита готовится сейчас посмотрим на тинкер он конечно не не пятая панда как в прошлый раз даже не 4 феррик садится 1 очень грамотно садится 2 и наперед садится 3 чтобы на отступление ой как грамотно кастер начинает отступать тут же стан сверху хил в арт элементали дисплей ту же секунду естественно мун опять подсказываю ему на автокасте у него опять правда оболишь феррик ну перегруппировывается хуман в отличные ракеты влетают телепортируется сок теряет брейкера застройку все теряет мун ни одного юнита не потерял ну разве что там разве что дриадка какая-нибудь могла разлететься но по трупам я вижу только только рифлов брейкеров и все ну правда сок тоже не особо что-то потерял кроме ну кроме шанса пропушить нормально человека феррик умер да а феррики трупов не оставляет вообще ни один воздушный юнит не оставляет трупов есть на чем подумать крепит и здесь и выманивает красную но увидел что там вертолеты понял что красную не закрепит тинкер почти четвертый ему нужно элементали скормить для того чтобы он четвертым стал мк бежит вперед мк 3 ракеты хорошо ракеты еще вместо дриад работают то есть они перебивать кстати blizzard тоже как вариант 6 секунд ракеты когда очень низкий кд у близарда такой же кажется да 7 а тинкера потеряли пока я считал кд у близарда то ли 7 то ли 8 секунд тинкера убили ну чё бывает зимнул этому и ушел луна нестабильно надо выкупать деньги есть восстанавливаться риджу вице регениться и возвращаться телепорт брать ману восстанавливать тинкер покупать у него был большой бутылок жизни он еще он умудрился умереть большим бутылком жизни этому спящий пробудился ага зимнул там такая комбо была а он просто просматрил как же не прав как же не прав там стан был клэм клапе видимо то есть там была сумасшедшая комбинация молоток и клэп да блин нифига себе с ума сойти это надо т нажать а потом ц надо попробовать так покупаем инвул видимо сейчас еще один свиток да ну так чтобы исправиться ошибки а телепорта у него нет телепорт покупает погнали ракетами надо останавливать мортирка падает blizzard гипосы легко убивают вертолеты в таком количестве по крайней мере он еще подкрепился слева свиток лечения предмет хрустальный шар берем у него же второй хрустальный шар один продал этот продаст и у хавка однажды такую комбо видел это было прекрасно да это так протектор пошел футмен судя по динамике он не дает поставить минус 2 хита он делает каждым ударом нет минус 1 нестабильно а там же разброс еще есть там разброс два хита как раз и думаю почему от одного до трех а там же рандомчик однажды да 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 это такая вот шутка тоже было ну что нужно реагировать на третью базу наверно каким-то макаром уном медведь пришел реджувск стану форму не превращается для того чтобы видимо реген был больше и быстрее восстановил основную часть здоровья ох а тут то можно хорошо перехватить мк подбежал успел закупиться в магазине так амун доделал грейды да у него 3 3 уже очень быстро грейды сделал энты прибегают медведем биты какие-то и мана не мана есть почему он реджувчик не делает вот собродил ой матга привет я прочитал твое сообщение оно было в твоем стиле все нормально как мне тогда турик называть ну такой вот турнир энтман здравствуй ну чего организуется атака отчаянная я бы так сказал потому что еще хорош тинкер тем что у него нет лимита по урону то есть от панда она уже косаре косарем ограничены и в лимитах 80 плюс против всех же самых ну не знаю если вертолеты будут вместе там и ты будешь дышать по кому-то из наземных тип ну ты будешь резаться даже по такому количеству вертолетов он он режется панда там сколько у нее 100 170 наверное урона на третьем уровне и он покоцает только троих ой в смысле каких троих пятерых шестерых вертолетиков вот сейчас еще смотрите ракеты а по и сразу так минус четверть треть хп и еще час опа здесь правда ламбер мил делается и такую хорошую позицию занимает вы посмотрите а может телепорт просто ему в спину стелепортироваться не тинкер за убивает почти всех а сейчас минус нычка просто будет а мортира и добьет да уж у метатель слизи воюет опасно молоток сюда бы сюда бы как когда наступает вертолет они в стаке в таком хорошем и хорошо можно ракеты закинуть них ничего происходит что происходит невидимый mountain king она зато ракет это channeling то есть фактически вам нужно какое-то количество ну типа как раз секунду для того чтобы полностью раскастовать ох ракеты как хорошо и по земле и по воздуху одновременно бутылку надо пропить чтобы не сдохнуть как прошлый раз я жму не получается а его стафанули поэтому собственно и не не сделал весь воздух склевали медведь один упал 80 лимита свиток лечения телепорту mountain king а есть медведь пошел в лес тинкер возвращается тинкер не 5 но близок близок к этому брейкера напоследок подрезал рабочие тоже зря остались и закончилась база главное через несколько секунд она закончится и у сока грамотный барак уму на контролирующий нычку ее тайминг соответственно наличие отсутствия 3 базы на еще было синге есть main побежал довольно быстро ну самый главный вопрос для меня по крайней мере это вот когда тинкер 5 получит их развитим он сразу пошел пошел докрепливаться потихонечку мы не хватит здесь немного опыта но но любой любой юнит убитый любой нейтрал инфи уже играл инфи играл инфи не буду говорить что кому он что сделал ладно проиграл он короче 12 лину за орков вы еще подумайте что-то не то поехали но заинтриговал хорошо одна база подхватили пекарь одна база против двух и клюют гиппосы бульк чё там наши воины вступили в бой три ракеты будут третьи ракеты будут я думаю что доживем мы до этого во первых заботливо элементарь а нет элементарий же нет уже рабочие умирают мелкие юниты тоже умирают зачем хуму вертолеты если дистров же нет он пытался вертолетами контрить фэриков соответственно потом появились гиппосы оттуда же и опять же тинкер то есть ты либо тыми опа о заман силу вернулся андроид или айос айос погнали погнали фэрики пытаются вертолетов покарать ракеты мимо уже вторые ракеты клэп отличный светоключение первый про использует пятый тинкер пятый тинкер сейчас кучу сюда ракеты посмотрите сейчас будет сейчас будет сейчас будет у почти половина хп сразу сносит и телепортируется тинкер а в этом есть смысл сакральный объясняю ты поубивал мелочевку потратил потратил соответственно жизни у медведя у тех же самых они же плотные вернулся подлечился у тебя 80 лимита у него минус 15 лимита минус 20 все профит кто-нибудь ранен до половина армии и дальше дальше повторяю что же самое иногда эльфы просто приходили ну то есть специально вот на подрезаю там три-четыре юнита медведи доводят до определенного уровня там прочитываются свитки телепортируются чтобы просто ну не терять медведя зачем тебе фейрики форме тинкера немножко коцают фейрики начинают карать кастеров те вынуждены уходить гипосы заклёвывают тинкер пускается в атаку и очень рискует что ж ты делаешь что блин короче блин без инвула без свитка без что ну кто так у него все равно конечно колоссальное преимущество но такие отдачи вот вот такие отдачи дикие просто дичь как так можно просто он он это может быть там конечно тоже комбо какая-то была но я видел что тинкер выбежал вперед армии всей и словил молоток и его убили вот и все рабочих пытается на на поддержку взять фейрики продолжают мочить блин зарта очень хорошее без тинкера то сложновато транквил опадаем шой ух халява это имба ох тинкер приходит со свитком лечения о как кистан и его я ее прям в себя господи минус мортира ну это сейчас выйдет уже сок ах еще ракеты вот поэтому не тинкер больше нравится и рейндж был больше ракет и blizzard перебивает и микростан вот это вот классный у тинкер топчик мк падает это гэгэшечка сейчас тинкер свиток прожмет потом еще на стаффе уйдет вообще красиво это мунчанский да красава красава мун и красава тинкер крис хунта привет анимешник ворвался после таких ракетах сейдж думаешь а стоит ли вообще окружать да 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 во первых там став был не на кд у кипера то есть в принципе ну окружишь ты его но он там это как то урен окружать та же самая хрень то есть будет стан будет урон только то еще можно отправить человека на базу мун вэл он вернется и будет рад конечно конечно такой ситуации там безысходность была уже так ну что вторую игру ждем зевнул то в первую вен мун выиграл в первой игре блин нашел ты или ты подкалываешь фига себе это позевать 20 минут там он всю игру ведет возможно глупый вопрос говорит nightman но тинкер ставит факту в указанное место ли она ставится автоматами в указанное место пределах ранджа где-то где-то в пределах пяти шести сотен ну как стреляет в общем райфл с грейдом но мало не стабильность вообще да он там пару раз тинкер умудрился отдать один раз говорят по комби а второй раз второй раз по-своему после этого матча будет фокус против фогича фокус против фогича фокус против фогича здорово тогда следующий глупый вопрос говорит на донайтман не не давай если ткнуть факту во время окружали вместо где стоишь не они вытолкнет она не вытолкнет но идея хорошая идея хорошая вообще никто не выталкивает кроме блайда насколько я помню то есть бывают случаи когда юниты там немножко прыгают из-за особенности анимации но вот именно выталкивание происходит лемами не вытолкнуть или мы конечно тоже могут телепортироваться если у них нет места но они все равно рядом куда-то за заточку где нет за которой нет возможности вызвать и только блэйд он как бы материализуется вместе после винвока и благодаря этому получается такой а юниту который окружен ну который в этом месте находится в окружении ему некуда просто деваться и он себе новое место находит атака диас фактой хорошая конечно вот им и мы сейчас с вами посмотрели два одинаковых муча по альянс против эльфов в первом случае была панда ну одинаковые первые герои одинаковые стратегии и с той и с другой стороны причем то есть один экспантрайни другой попозже один в рифлокастеров с пушем на т2 другой в медведе на т3 с медведем и дриадами и ферриками все одинаково абсолютно кроме двух героев первый герой это панда второй герой это тинкер по мне тинкер и выглядел гораздо интереснее то есть многофункциональней еще против тинкера скорее всего именно против тинкера он и не брал blood major потому что мало того что на четвертом на третьем на четвертом уровне когда архмаг переучивается на blizzard он периодически затыкается ракетами так еще и же можно попасть под дрейн то есть ты делаешь дрейн и должен делать вроде как blizzard эти ну заклинание там они приблизительно одинаково кулдауна там 678 секунд вот и она все рискует попасть под один залп ракет я думаю что маутон кинга брали как раз потому что в лейте против тинкера с ракетами blood match смотрелся бы вместе с архмагом очень нехорошо сэд говорит привет привет сэд привет михаил красивый хэр позиция интимных эмоций больше 95 процентов это это как это как мое почтение здравствуй сэд абист вместо козла в такой игре не зашел бы у биста нет нет бист мастер во первых мон может сейчас с листом сыграть на определенных карта на 100 рублей сообщает так загадка перечисли всех героев которые могут окружить героя противника в одиночку не используя войска своей расы ой ну детский сад ну честное слово ты издеваешься ну серьезно ты прям ладно форсер не может блэд мастер сэха архмаг он может реэлементали вызвать я по расам это просто вот мы чуть не может ладно кипер варденко с ультой мало дк с ультой ладно переходим к нейтральным фэрлорд может тинкер может бист мастер может уже девять кто еще там у нас таверне нага нет пит нет блин кто еще у нас таверне панда с ультой не может их там трое всего лишь девять девять получается девять паладин с ультой но это не считается я думаю паладин с ультой не стоит считать это как бы те юниты которые были до него а у дк можно аргумент что кладбище трупы могут появиться без юнитов это то что действительно он поднимает жука забыл а жук же еще жук точно 10 жук точно может да вот такие вот задачки а мы переходим как раз появилась игра муна против сока погнали если палач есть не союзных юнитов у тебя контроль имитуется но я бы такое не читал то есть это как раз юниты которые уже были форсир тремя юнитами не может некоторых нет 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 тремя юнитами окружить в варкрафте невозможно друзья читайте по губам невозможно тремя юнитами в варкрафте в чистом поле ты не окружишь никогда вот эти вот камешки деревья это вот отставить возьмите чисто поле и три юнита любые по размеру вы не окружите юнита спорим забились погнали присылайте видео на майкер собаку ген.ру два когтя у кипера ухо он харасить будет челлендж акцептит такие ребята в этот в редактор расчехляю такие все сейчас я возьму трех матун джайантов я как окружу лягушка говорит может помочь без использования только 3 юнита алло поле чистые воды пошли до таких попытайтесь окружить они систему сломать так ну ставят базу очень похожие стратегии допустим у меня 100 лимита умирает 10 лимита я делаю до заказ до 110 лимита шинчик добро пожаловать варкрафт конечно ультой ты сверх лимита делаешь рейнджер к этой сверх лимита делаешь можно еще виспами стать деревьями а потом резко отменить будет сверх лимит о пошли какие фишечки из фашечки да причем убиваешь юнитов 3 7 лимитных там бах а с рейнджер к потом удивляешься приходишь человек у него 200 лимита такой это точно варкрафт нам дестройера по 5 за вышками стоит ему никто ничего не убивает верма от жало ставнул а кого окружает тоже без разницы размер модельки без разницы шредер мимо бина это теория да нельзя тремя окружить еще раз это один из тех вопросов на который давным-давно мы уже дали ответ мы созывали экспертный совет мы привлекали лучшие умы из чатика лучшие из лучших и в результате установили доподлинно известно теперь что нельзя если вы не думаете что может быть можно значит вы просто не шарить вам кажется на новые графики пробовали да хоть как на перекосяк вообще не важно причем есть новая графика сглаживание поставить будет и попробовать окружить звук погромче сделать и может получится нет нет три танка 3 фиганка ребята ладно давайте кто окружит в чистом поле тремя юнитами без использования там ландшафта нейтральных вот чисто одного юнита берете любого и тремя юнитами окружаете любыми тремя тот получит косарь к сарь от меня лично этот косарь в среднем больше чем обычный косарь ваш канал на 100 рублей погнали просто пришлите вид видео я могу одним юнитом окружить подводите кодовая глотери флаг кружен кодовая хорошая тема блин сейчас только видосиков пришлют ну первому первому дадим кто найдет найдет как это сделать на дело сыграет на т2 давай все учредители возьмешь того у кого это выйдет соучредители зачем вам такая ответственность я же буду требовать вот будете учить соучредители будете пропорционально вкладывать а сайта ними пека ю не читай по губам прочитает я выругался там извини пожалуйста блин блин фунтоплар прости пожалуйста я хотел в какой-то веке настолько очевидно по губам прочитать блин нельзя короче тремя не не зданиями не знаниями юнитами 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 блин стыда какая 36 лет как как маленький блин так выходит демон хантер вторым героем ей 37 точно 37 не 36 или 38 37 мне вообще нравится как мун отбивается от харасса то есть архмак вроде как 3 стандартный приходит обычно ну необычно часто мы видим что там три четыре пять испов иногда накладывают на себя руки вот а пропорционально вкладывать скальты сколько цен вопроса озвучили подчеркивание тем в том-то и рыбой тебя по губам от не надо мир ай ай фу форо стоит поддержек просто хэн она до рублей сообщают все я говорю на какой теперь мой процент ну выбирай чего хочешь тебя желтый процент Блодмейдж вторым героем. Хороший крипджек. Ай-яй-яй, не надо высасывать ману. Алло. Привет. Подрывниками хотел героя взорвать. Блин, он такой псих. Реально можно было там где-то... Он 200, да, где-то хитов отнимает? Там 500. Но 500 сиджурон. Сиджурон, соответственно, режется дико. Сколько по герою наносит подрывник? Блин, это классно. Эмадга, естественно. Вот кто... Если кто-то и должен был сделать клип, то это Эмадга, конечно. Такой... А-а-а-а! Майкер выругался! А-а-а-а! Эмадга... Эмадга... Эмадгович. И, естественно же... Ха-ха. Ну, конечно же. У козла всю ману просто высасывают. Покупаем, продаем, уходим. Мунг, конечно, псих. Сейчас идет риф-лопуш, на него 50 лимита. На 64. Ну, это стандартно, на самом деле. 33% по героям. Он там 500? Точно 500? Взрыв. Ну, тогда да, от 500... 500... Будет где-то в районе 170. 5, говорят. Как говорится, не благодаря ей 364. Да-да-да, 84. Близняшку давай. Заточи. Димка врывается. Димка под банишем. Медведи подходят. Дрейн идет сразу же. О-о-о! Опасный момент. Всего один медведь. Вызываются энты. Козочку отконтроливает, как царь Мун. А Мун и есть царь. Одну не доконтроливает, но ей там некуда было идти. Элементали дисп... Может и задавит. Может и задавит. Ой, Феррик! Какой тактичный Феррик! Смотрите! Пиу! Пиу! Понемножечку лечит! Пиу! По всем там, по... По сколько? По двадцатке нано! Вот, если бы не Феррик, скорее всего, тут бы еще покайтили. Полечились бы, покайтили нормально все. И это вот чудесный дракончик. Даже перевод с волшебного на чудесного изменили. Понимаете? Чудесный дракончик. А, 250 по юнитам. 250 по юнитам? Что? Где? Как? Не понял. Надо смотреть, на самом деле, на подрывников, на описание. Когда вот он вызовет, надо вести на Ковум. Посмотреть на базовый урон. Ну, потому что там он дико штрафуется, естественно. И он же сносит... Он же сносит... Где-то 500 с учетом пяти брони. Нет, больше. Он почти 600. Или полностью взрывает Мунвела. Нет, не должен полностью взрывать Мунвела. Изигураты полностью теперь не взрывают, когда им добавили 600. Там нужно... Останется где-то по 50 жизнью. Короче, он 550 сбивает, да? Броня 20%. Наши воины вступили в бой. Так. Время пришло. Наши воины вступили в бой. Ну, Димка крепится нормально. У него трое когтей. Еще носки красные красивые. Большая бутылка маны. Медведь взял в бэкпэк себе. А, Диэллс. 750 damage to buildings. 250 units. Короче, там особый тип. 185 урона по героям. По поводу двух сотен я был почти прав. А 750 damage to buildings, это, конечно, странно. Почему он тогда не убивает? Неужели 25-23%? Должен же взрывать. Ладно, неважно. Здесь жезл похищения. Крипджек. Минус архмак. Ты архмак? Продолжает. Он очень классно харасит соло-героем просто. Великолепно харасит соло-героем. Я давно не видел, чтобы... Чтобы... Чтобы вот так козел отыгрывал просто в... В середине игры. Да он даже до конца игры хорошо работал. Идет какая-то отчаянная атака... Атака без телепорта? Ты серьезно? Что это такое? Что это за атака? Это не атака, это отдача. Тут лимита 60 с небольшим. 69. Что это вообще за... Минус рифленый. Минус дриада, минус второй рифленый. Я не понимаю, зачем он пришел. Зачем он пришел сюда? Зло где-то рядом. Димка врывается, Моноберн. Ополченцы прибежали. Но ополченцы на такой стадии, когда Медведи 2-1. Причем он еще своих ополченцев жарит. Свиток лечения. Ой, Свиток успевает еще Медведя спасти. Блин, какой контроль от Муна хороший. Очень хорошо. Вы видели, как он отконтроливал Медведя? Как он Димкой подходил и Свиток прочитал так, чтобы и армию до конца Медведя... Он мог сразу прочитать, чтобы Медведя спасти. Но он добежал до конца. Это ГГ, это 2-0, изи просто. Не, Мончанский радует. Он радует своим стилем. Да, нестабильным. Но всегда что-нибудь придумывает хотя бы по мелочи. Как, например, сейчас вот с Козликом в средней, в поздней стадии. И исполнение у него на очень высоком уровне. Но сок после первой игры все. Развалился.